Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Руководитель госавтоинспекции Михаил Черников на встрече с депутатами Госдумы пояснил, почему сотрудники ДПС получили право останавливать водителей для проверки документов в любом месте. По словам главы ГИБДД, это связано с увеличением числа аварий с тяжкими последствиями. Плюс снижение количества стационарных постов ДПС. За последние полтора десятка лет их стало в четыре с лишним раза меньше. Не остановив и не проверив документы у водителя, невозможно пресечь различные административные правонарушения, заявил Черников. Трасса 101 Отремонтированные дороги это, конечно, хорошо, но автомобилисты начинают по ним гонять и устраивать ДТП. Это смысл сказанного накануне премьер-министром Дмитрием Медведевым. Глава Кабмина предостерег чиновников от бодрого рапортования о том, что трассы сделаны. Надо еще позаботиться о мерах безопасности, наличии освещения, оборудования переходов, установки видеокамер, отметил премьер. Трасса 101 Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому оформлением штрафов с дорожных камер в Москве будет заниматься не ГИБДД, а правительство столицы. Ко второму чтению в документ могут быть внесены поправки, распространяющие новшества на всю страну. Ожидается, что власти российских городов получат контроль над 30 с лишним разновидностями нарушений в сфере дорожного движения. Трасса 101 Владельцев электрокаров и гибридных автомобилей надо всячески поощрять, хотя бы снижением налогов и предоставлением бесплатных парковок, так считает глава Минприроды Сергей Донской. Как он выразился, упомянутые машины фактически являются донором экологического благополучия мегаполисов, где до 90% загрязнений воздуха формируют автомобили. Министр за то, чтобы в России была создана программа развития зеленого транспорта. Hyundai Creta лидирует в списке самых покупаемых новых кроссоверов в России в этом году. Машина стоит сейчас минимум 799 900 рублей. На втором месте Renault Duster от 589 тысяч. Бронза у Toyota RAV4 по начальной цене в 1 миллион 450 тысяч рублей. Также в пятерке Lada X-Ray и Renault Captur минимум 549 900 и 839 тысяч соответственно. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТООДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова